Всем привет! Случится у меня сегодня, наверное, день видео. Вчера я как бы сдала перевод, сегодня я как бы планировала один видос, но получилось, что, видимо, получится много. Ну, как бы, забрасывать канал нельзя, да? И, пожалуй, я сначала начну с того, что, возможно, в скором времени сможет растаять. Гонял меня сегодня чёрт в одно место. Про это место расскажу потом. Привет, камера, на тебя смотрю. Специально смотрю для тех, кто вякает, что надо смотреть в камеру. Короче, ну, камера у меня вот здесь, на мониторе. У меня, конечно, есть штатив, но вот что-то, пока я ещё с ним не сдружилась в этой квартире. В этом помещении, скажем так, да, у меня фоном всё ещё коробки, я всё ещё в процессе разбора. И, в общем, зашла я в один магаз, в другой магаз, дёрнул меня, чёрт, в третий магаз, но до него я не дошла. И совершенно у меня всё было спонтанно, в общем, попёрлась я в высшую лигу. И в высшей лиге я купила. Чё я купила? Вообще, это пакет вот этот, тот всё ещё многострадальный пакет от Джейнс Тори, от той самой сумки. Вообще, не только в высшей лиге была. В высшей лиге я увидела свой чай, не поверите, а лакозовский чай. Чай зелёный был рублей на шесть дороже чёрного. Мне раньше очень нравился лакозовский чай, я его покупала, когда ещё в Кульке была. Вот, училась 2002-2005 в Ярике заучной, когда я там была на сессии, я всегда его покупала. Перед тем, как отплыть, отбыть, отъехать от Ярика, от Ярославля Главного, от Ярославля до Углича на автобусе. И вот у меня было всегда время, я захотела, там один магазин было, не знаю, может он сейчас существует, может уже нет. И там продавался стабильно лакозовский чай, ещё чай в мэрии индийский, там были ложечки, а в лакозовском чай всегда были какие-то брелочки. Кожаные брелочки, просто брелочки. У меня бабушка уже с этим брелочком, у меня долго-долго на ключах был уже вот, бабушки уже нет, а на ключах брелочек остался от той квартиры, и вот он уже к другим перешёл. Короче, лакозовский чёрный чай, очень классный чай, чёрный чай, 100 грамм. Поэтому если вдруг стучит где-то, это за стенгой соседи стучат, не знаю, что не стучат, вообще тут прикол, сверху собака, по бокам собаки, и у меня кошка, кот точнее. В общем, чёрный, я-то люблю средний листовой, но он, по-моему, чай чёрный, цилонский, байховый листовой, не знаю, крупный, мелкий вообще какой. В общем, 79 с копейками он стоил, ну, грубо говоря, 80 рублей за 100 грамм, лакозовский, сделан и произведено, упаковано в Арабских Эмиратах. В общем, хороший, классный чай, советую. А я что-то его давно уже не видела именно в пачках, был какой-нибудь в пачках Earl Grey, но с искусственным ароматизатором, в этом плане он всё-таки скатился. Раньше у него был натуральный ароматизатор, если вдруг что. И вообще раньше он был исключительно зелёный и чёрный, и вот я покупала или тот или другой, в основном зелёный покупала, чёрный-то я вообще редко на тот момент пила. Но, когда стала пить чёрный, то вот его покупала, советую. Хороший чёрный чай, к тому же сделанный, не закуплено мешком, с хрен знает какой пургой, пиргой, мусором и прочее, в Россию привезено, где-то валялось, лежало, рассыпалось, запаковалось и пошло, да. А именно вот там, где собралось, там, где вырастилось, там собралось и отправилось. В общем, купила себе хлебушек деревенский, слушайте, он тогда ещё был тёпленький. Что-то он какие-то вообще копейки для хлеба стоит, слушайте, 12 рублей или что-то в этом роде. У меня вообще где-то там был чек, а вот у меня чек, у меня есть чек. Всё это мне обошлось на 233 рубля 37 копеек. Древенский хлеб со трубями 200 грамм 12 рублей 70 копеек. Да, вот тут ещё этот чай, где чай-то, да, 79 рублей 70 копеек. В общем, он ещё мягонький, слушайте, я так хотела есть. У меня получилось так, что я всю ночь, всё утром мучилась с желчью, с желчными у меня проблемы. Ну, помимо прочего, я думаю, сейчас разведу калины с мёдом. В результате получилось, что вся, ну, там, кашку, которую в предыдущем обзоре я смешала с льняными и молотными семенами, сделала себе на обычном коровье молоке, забыла молока купить, придётся магнит пилить потом. Ну, короче говоря, вот, сделала себе кашку, сделала себе кофе, получилось, что по времени мне надо было в одно место уже спешить. И кашку-то я съел, а кофе-то я что-то очень сильно молоком разбавила, оно получилось холодное, всё тот же самый бусином, какой-то у меня оригинал вроде. Ну, и я чуть-чуть попила, я думаю, потом в это кофе, в общем, я уже пила холодный кофе, я его допью, этот холодный кофе, он даже в холодном виде очень вкусный. Ну, и я очень хотела есть, я думаю, ну, по пути куплю какой-нибудь банан. Получилось, что там такие магазины были, ну, банан там можно было купить, но, скорее всего, он, ну, я бы не стала там бананы покупать. Короче, дёрнул меня, чёрт, откуда я, откуда, где вот я обозреваю это, не поверьте, я так хотела слопать эту булочку, пока ехала домой. Ну, я сдержалась. Ещё у меня тут был финики, 98 рублей с копейками иран, мои любимые финики, оказывается, делаются в Иране, точнее, растут в Иране. Вот мне интересно, вот, конечно, можно загуглить в Яндекс или ещё куда-то, как они выглядят до того, как их высушили. Вот вообще, очень интересно, всё, руки не доходят посмотреть. Короче, тут меньше, чем полкило фиников, вот такие финики, сейчас они 83 с копейками, стоят в Атаке, которые, вот, типа Ашан. Я там покупаю стабильно, когда их вижу. Там вот иранские эти финики, тут они на 15 рублей дороже. Высшие лиги, финики, килограмм, иран, в общем, 98 рублей 50 копеек, это их цена за килограмм, вышла у меня на 430 грамм, 42 рубля 36 копеек. Очень классные финики, вот, финики разные бывают, вот, именно такие вот рассыпчатые финики, мягкие, вкусные, это вот иранские. Раньше, я помню, их не ела, у меня тётя их любила, а моя мама, я не знаю, по-моему, она их не ела, они ей не нравились. А я не то, чтобы их не нравились, они мне не нравились, я их боялась, я боялась косточек внутри фиников. Мне казалось, вот, что это какие-то очень жуткие косточки внутри фиников. Ну, может, они говорили или ещё что-то. У меня тут есть ещё пирожок, там очень, кстати, вкусные, высшие лиги делают пирожки, вот, прямо, практически, при тебе, там, ластеночкой такой полустеклянной делают женщины, по-моему, в основном, может, ещё и мужчина есть, не знаю. Пирожки, в общем, это у нас пирожок, он тоже ещё тогда был мягким и слегка тёпленький. Сейчас он у меня лежал с тем, что достанется потом, вы поймёте, почему он слегка холодный, но он всё ещё мягкий. Это у нас пирожок печёный, сварёный, сгущёнка, 11 рублей 90 копеек. Слушайте, а, 60 грамм пирожок, но всё равно, слушайте, там очень вкусные пирожки. Я, когда там работала, спускалась иногда на обед себе купить или к чаю какой-нибудь пирожок. Ну, в смысле, работала этажом выше. В общем, почему она холодная, она почти подтаяла. Тут у нас, там я в прошлый раз видела эту тилапию, точнее, цену на неё, когда последний раз была в высшей лиге, но самой тилапии я не нашла. Видать, цена была, а всё продалось. Фили тилапии, в общем, 1 килограмм, живёт она в Китае. Тут, честно, написано, что 25% тут вода, типа глазурь. В общем, на 25% меньше рыбы год. 179,90 это килограмм, 86,71 у меня вышло. И вот пирожок лежал рядом с этой тилапией. А я что-то вообще, ну, кроме в океан, мне руки-ноги не заносили, хотя вот в том районе рядом океан есть, можно было бы зайти. Это магазин у нас, если кто не в курсе, кто смотрит меня, не будучи в угличе, типа магазин всякой такой жретвы морской. В общем, там бывает такая тилапия именно вот сухой заморозки. И ещё в солнечном открылся в какой-то там момент, я там уже покупала как-то, но что-то у меня руки-ноги туда не заходят, не забегают. А тут, в общем, купила, она уже слегка потаяла. И вот я решила сначала это обогреть и тилапию засунуть в какой-нибудь морозин. Ну, в общем, а ещё я была перед высшей лигой, заходила в один магазин, про который, я думаю, надо сделать всё-таки отдельный видос, чтобы уж совсем тумбура такого не было. Заходила я в магазин, у нас есть такая упаковка. И вот там помимо упаковки оказалась ещё всякая другая фигня, а мне вот просто по зарез надо было в эту хату. Потому что из той хаты в угле, в смысле на механке в прошлой хате я что-то не взяла его этот. Я вообще не знаю, как-то он у меня всегда стоял, я на него не обращала внимания. Но моя родня считает, что именно вот такой штукой удобнее быть унитаз, чем щёткой, которой я обычно делаю это. В общем, ёршик и контейнер к нему, как мне сказали. Что-то какие-то он копейки стоил, я думала, что это такая дорогущая фигня, никогда не покупала просто вообще. 95 с чем-то. Ну, у меня что-то на 195 с копейками всё вот это вот вместе обошлось наличкой. Беренький вот у меня такой ёршик. Ну, практически в тон ванны. Потому что когда уже... Когда-нибудь, короче, вы её увидите, наверное. Там вот как раз эти панельки у нас в ванной. Я думаю, что там где-нибудь местами есть оранжевый цвет. В общем, а это этот самый вантус. Я тут у сестры брала. Вот, в итоге купила. Ну, я ж не думала, что они как-то по-другому ещё могут выглядеть. Я вот видела там, он на механке остался. Я просто что-то забыла вообще. Там чёрная такая резиновая фиговина. И вверх это деревянная такая ручка. А тут, вон, смотрите, такая прикольная. Вантус, короче. Как-то там, наверное, пользоваться надо. Наверное, там где-нибудь написано. Ну, и мне ещё пакетик дали. Типа это. Спасибо, это спасибо. Или как-то так. В общем, у меня вот у меня первый такой обзор. Я скоро буду кушать. Потому что я как бы хочу есть. Я настолько хотела есть, что я уже понимаю, что я даже не хочу есть. Ну, видимо, уже притупилась чувство голода. Это типа способ похудеть. Да, кстати, волосы. Понтуюся. Я мою сейчас до сих пор этим, у меня просто из всех шампуней остался только саванливский шампунь этот твёрдый. И во время вот этого переезда, волосина, видимо, волосы от стресса, у меня вообще подружка Маша говорит, что типа, ты чё хочешь, типа переезд, то всё, это такие нервы, поэтому ты похудела, поэтому там у тебя кожа сухая и тому подобное, и всё это было. И волосы тоже как-нибудь откидывали. Видимо, они тоже действительно страдают от этого стресса. И, короче, я стала тут практически, да, вот, каждый день стала себе, ну, когда мою голову, стала себе делать отвары всякие. Вот сегодня у меня был отвар, я качиваю, типа, такие поласкивания делают. До этого у меня был, значит, ополаскивала я себе волосы, кстати, иногда даже раз в два дня можно мыть голову, как-то так получается. Волосы лучше становятся действительно. Я смывала шампунь, я не помню уже какой у меня там состав был, травяного отвара, именно вот так вот смывала уже, а не просто смыла водой шампунь и уже окатила, да, голову. В этот раз я просто уже окачивала голову, ополаскивала отваром зёрен, как вот там, семян этого подорожника, кстати, очень хорошо. Я тут, я что-то, знаете, интуитивно так, а потом, ну, что-то хочется сделать, а потом, на всякий случай, в интернете или в какой книжке, у меня где-то травник вообще есть, но я, он мне ещё не попадался в коробку. Разбираете, так читаете просто. И говорят, о, как раз то, что думала, оно так и есть. Ну, в общем, я думаю, что у меня очень хорошие волосы. В общем, если вы хотите, чтобы вам, чтобы волосам было приятно, берите семена подорожника, сушёные или свежие, задалбливаете его в водичку, отвариваете их, остудиваете их. Я разбавляла один к одному, а потом окачиваете волосы, это скажет вам спасибо. Плюс у меня внезапно, вот никогда не было, на некоторых волосах ломкие кончики, вообще вот так, где-то один к ста или один к тысяче, не знаю, они у меня тонкие и жирные. За счёт того, что они тонкие, их дофига, и вот где-то один к ста, один к тысяче, мне просто раз пять уже попалось, а вчера несколько ломких кончиков. И вот подорожниковые зёрнышки или просто подорожник, листики, зёрнышки всё вместе, они хорошо вот с этим справляются. Так что, вот так. Всем пока!